Обратите внимание, каким образом действуют лукавы. Когда Иисус Христос был на земле и служил людям и благовествовал Евангелие Божьего Царства, то говорится, что фарисеи всегда ходили и искали, чтобы уловить Его за слова и обвинить. То есть они всегда пытались найти что-то в Его словах, за что можно было зацепиться, исказить, извратить и обратить это против Иисуса Христа. Обратите внимание, что современные фарисеи, они также постоянно пытаются уловить детей Божьих за слова, чтобы найти в них вину и ложно обвинить. Неоднократно против Иисуса Христа пытались всевозможные расставлять сети и уловки, чтобы Его уловить и найти повод для обвинения и даже чтобы забить Его камнями. Сегодня неоднократно в христианстве встречаются люди, которые любят, так сказать, ну, как это говорит современным языком, троллить других. Они любят улавливать за слова, чтобы обвинять. Обратите внимание, один из таких наиболее применимых способов, когда задают такой вопрос. Брат, а грешишь ли ты? То есть, для чего они задают такой вопрос? Потому что, чтобы ты не ответил, это все равно применят против тебя. Если ты ответишь, что ты грешишь, то они скажут, рожденный от Бога не грешит, кто грешит, тот от дьявола, потому что дьявол согрешил, ну и так далее. То есть, в любом случае, если ты скажешь, что я иногда еще согрешаю во Христе, в любом случае тебя обвинят и скажут, ты не рожденный свыше, ты плотской, ну и так далее, то есть тебя обвинят. Если ты скажешь, я не грешу во Христе, я святой во Христе, то тебя все равно обвинят. Они найдут то местописание, где говорится, а кто говорит, что без греха, тот лжец. То есть, как бы ты не отвечал этим людям, если они имеют против тебя предубеждение, они все равно твой ответ и твои слова по-любому обратят против тебя. Поэтому в данных ситуациях Иисус в некоторых случаях просто не отвечал людям на ихние вопросы. Хотя на эту тему можно легко ответить. Также обратите внимание, что сегодня люди пытаются подлавливать в словах, к примеру, если вы задаете такой вопрос, а кем был Иисус? Был ли Он Богом или Он был только лишь человеком? Обратите внимание, что многие христиане сегодня есть, которые отвергают Иисуса Божественность, и они говорят, Иисус был человек, ибо так говорится в Евангелии, что Иисус был человек. Другие, наоборот, борются с этой теорией и говорят, Иисус это был Бог, а не какой-то там человек. Но обратите внимание, что Евангелие Иисуса показывает, как человека и как Бога. Иисус не был просто только лишь человеком, и Он не был просто только лишь Богом, но никак не человеком. Обратите внимание, что Евангелие нам показывает, что Иисус одновременно, в то же время, одновременно является и человеком, и Богом. Об этом сказал апостол Павел Тимофею, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти. Конечно же, Иисус по плоти Богом не был. Если вы у меня спросите, брат Евгений, а ты веришь, что Иисус это Бог? Я скажу, конечно, потому что Писание говорит, что Иисус это Бог. Если вы у меня задаете вопрос, а является ли Иисус человеком? Я скажу, конечно, Иисус 100% человек, потому что на кресте умер не Бог. На кресте умер человек Иисус Христос, которого Бог воскресил из мертвых. Но этот человек Иисус Христос является буквальным образом невидимого Бога. В Библии говорится, Бога не видел никто никогда. Но и единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Обратите внимание, что Бога никто не видел. Все ветхозаветные пророки видели образ Бога, но не Бога, потому что Писание не может лгать. Они видели образ Бога, духовный образ Бога. Но в Иисусе Христе Бог приобрел в себе человеческий образ. Поэтому Иисус Христос, говорится в Писании, это образ Бога невидимого. Обратите внимание, что Иисус – его человеческий образ. Это, на мой взгляд, и делает Иисуса одновременно и Господом, и Христом, как говорится в Писании. И Иисус – Он и Бог, и человек. Это великое благочестие тайна. Сегодня мы должны научиться верить здравому евангельскому учению. Не говорить, что Иисус – это не человек. Или не говорить, что Иисус – это только Бог. Бог – это Дух. Иисус был человек, в котором, говорится в Писании, обитала вся полнота Божества телесно. Запомните, Иисус – это человеческий образ Бога. Иисус – это Божий Сын, это Сын Давидов, это Сын Человеческий. Иисус – это образ невидимого Бога. Это Его собственный человеческий образ. Да будет благословено имя Иисуса Христа. Аминь.